Друзья, всех приветствую! Хочу вам сегодня показать красивое место. С вами Юджин Влокс. В общем, приехали со знакомыми на пляж. Здесь интересный парк такой, он не принадлежит ни штату, не принадлежит каунте. Нормально все, еще три минуты. И здесь как бы, ну здесь тоже есть можно как типа покупать паз. Я вам говорил про, например, как в парке штата за 30 долларов на год. Здесь 40 стоит. Или за раз точно так же, как и в штате 10 долларов за одну машину, короче, за парковку. Остальное все как бесплатно, кроме вот этих крытых шелтеров. Ну здесь люди в основном день рождения, отмечают там свадьбы или большими компаниями собираются. Их как бы арендовать, я не знаю, какая цена, но недорого. Там может десятку-двадцатку за один шелтер. Но если ее никто не арендовал, то ее можешь бесплатно занимать. А вот такие столики, как у нас, они бесплатные. Здесь есть эти, короче, скамейки, есть вот такие штуки под костер. Ну здесь, в принципе, и готовить можно. Вон эта решетка есть. Вот эти, которые платные, ну, честно, как мне они не особо-то и нравятся, потому что здесь, видите, как на бетоне сидишь в этой тени. Наоборот, хочется посидеть, как на солнце. Ну, если там с детьми, куча-куча людей, то, в принципе, нормальный вариант. Вот людей как бы много, но сегодня воскресенье. И сегодня, конечно, не так, как в субботу или на праздниках. Здесь и то, видите, вот парковка, она вся забита. Но вот тут вот еще в самом конце мы стали. Видите, здесь еще есть места. Вот моя машина, видите, рядом еще. Ну так несколько мест есть. Но я сюда приезжал на каяки рыбачить несколько раз. И здесь, если или праздник или суббота, здесь вообще ты не запаркуешься, если поздно приехал. И как рано мы приезжали, были еще места мало. Но вот люди, которые сейчас вот приезжают, видите, еще приезжают. Они тут запаркуются, сейчас места закончатся. И потом надо парковаться будет там наверху на горе и оттуда воспускаться. Это, конечно, пипец неудобно. И потом обратно идти. То есть здесь мы, ну, как, к примеру, мест нет. И вот сюда подъезжаешь, все свою фигню разгружаешь, выкидываешь из машины. Видите, люди все едут и едут. Приносишь сюда, потом отвозишь машину. И потом обратно таким же макаром. Идешь ее забираешь, приезжаешь сюда, все загружаешь. Короче, погода топ. Вообще не ветерка, ничего. Особо к покупанию, ну, сейчас вода градусов 10-11 в океане. То есть, как бы купальщиков, видите, особо нет. Есть чуваки на яхтах. Вот сейчас приблизить попытаюсь. Блин, не в ту сторону. Так, блин, это много-много. Ну, вот, видите, вот такие вот яхты. И вон там еще стоят. Вот. Вот. Много людей на каяках. Каякеры. Короче, я здесь рыбачил. Даже видео есть на рыболовном канале. Здесь есть будет рэмп. Я не знаю, платный, наверное, тоже. Вот там. То есть, можно, наверное, на лодках приезжать. Сейчас я не знаю, или рыбы нет, или не сезон. А что-то особо людей не вижу с лодками. Но много людей рыбачит вот с того причала. Вот там вот. Вон, видите, рыбаки. Я еще в этом году не покупал лицензию. Потому что я пока не знаю, здесь я буду или в Каролине, а тут лицензии достаточно дорогие. Не хочется зря деньги тратить. И, как бы, вот это до причала, вот эта эрея. Ну, тут можно на пляже загорать. Можно, короче, ну, в основном люди приезжают вот на весь день на пикник. С утра приехали, там, жарят мясо. Ну, точно так же, как мы. Мы, короче, мясо набрали. Например, свинину, говядину. Дима, надо перевернуть. Перевернул? Хорошо. Свинину, говядину там взяли, салат. Ну, ну, много набрали. Здесь же в Америке цены на мясо, например, они другие. Там целые мешки мяса там. На человека, я не знаю, по пять здоровых стейков, наверное. То есть все вместе с там... Несколько соков, воды набрали, салаты. Это все, короче, типа, меньше пятидесяти долларов. Это на четверых. Два хлеба, помидоры, салат, специи, такое все. Бананы еще взяли. Вот. Ну, давай, иди, пока я записываю. Да? Ну, ладно, была не была. А? Я тоже буду купаться, но чуть попозже. Ну, вообще, вот видите, дети купаются, им пофиг, не холодно. Так я особо не вижу купальщиков. Здесь, видите, нанесло какую-то тину. Ну, это же здесь постоянно. Прилив, отлив. То есть, когда здесь прилив, люди лежат на пляже. Ну, прилив вообще вот до сюда может доходить. Это зависит. А вот там подальше вообще песок. Там можно купаться. Пошли же. Ну, иди, я вас записываю. Вы нахер будешь записывать, ведь. Не, я попозже пойду купаться, надо разогреться. Я просто хочу воду потрогать, какая она. А. Положная, нет? Ну, потрогать, да. Капературу подбери, да. Ну, я думаю, что так особо-то купаться не будем, но просто нырнуть и проплыть будем. В общем, место класс. И, ну, то, что за парковку платить, это, я вам скажу, абсолютно нормально. Потому что здесь везде такая хрень. Ну, практически все вот эти цивильные парки. Ну, это как бы и недорого. Ну, что-то вчетвером там сколько в машину влезает. Платишь десятку, это, считай, по 2 доллара. Ну, здесь же вам за это куча, как бы, удобств. То есть, во-первых, есть вот это места, где сидеть, есть места, где жарить. Потом вот эта вот зеленая фигня, это мусорки. Их здесь тоже много стоит. То есть, даже не надо с собой там забирать мусор, туда выбросил и все. Вот то вот дальше, вон, видите, серое здание, туалет. Причем приличный туалет, много кабинок, все, унитазы. Вот, чисто, абсолютно аккуратно, мусора ноль. Вот, в общем, ну, так как эти деньги, вот, что ты платишь, они тратятся просто на поддержание вот этого, на вывоз мусора, там, на обслуживание туалетов, на уборку. То есть, я не думаю, что, как бы, на этом они там что-то зарабатывают. Ну, рыбачить, да, можно. На досках, вон, тоже, видите, плаваю сейчас. Приближе, вот, чувак, на доски. Вот, каяки, лодки. Приплыл откуда угодно, здесь стал. Потом на маленькой резиновой, может, на берег выплыть или там плавать вокруг рыбачи. Ну, короче, прикольно. Ну, так, то есть, приехать или с друзьями, или с семьей, или с теми, и с теми. На выходных отдохнуть недорого. И класс. Ну, сегодня вообще погода топ. Абсолютно никакого ветерка, как бы, и не холодно, и не жарко. И, в принципе, можно и покупаться. Вот, эти бревна приносят океанам, но их не разрешено убрать или полить. Они, как бы, тут рейнджер есть. Я его уже видел, утром на пикапе ездил. Вот, здесь за всем, как бы, следят за порядком, за чистотой. Ну, чтобы костры, ну, в неположенных местах не жгли, чтобы бревна эти не пилили. Ну, в принципе, в Америке оно так, здесь люди более, как сказать, такие богатые. И им, как бы, да, они с собой или угли привозят, или дрова. Никто так нету, что приезжают и начинают их тут где-то дрова искать, там, по лесу. Такого нет, вот. И то я не уверен, в лесу здесь можно брать или нельзя. Ну, или можно порыбачить с причала. Вот, можно с собой взять удочки, пошел там, порыбачил часок, потом пикник, потом... Дима, надо опять переворачивать. Переворачивай еще раз, а потом еще раз. Ну, это мы пока жарим свинину, потом будем еще говядину жарить, говяжьи в стейке. А мы не взяли никакой посуды для. Есть, я же взял всю посуду. А, для этого нет, мы не брали, ну, ну... Ну, да, ну, я одну тарелку видел. Там, там, четыре тарелки. Да, неважно, куда-то выложим. Ну, в общем, друзья, вот такой вот репортаж. В общем, сегодня мы будем тут отдыхать. Завтра воскресенье, фу. Сегодня воскресенье, завтра понедельник на работу. С новыми силами. Вот. Вот, и вам тоже желаю удачного начала рабочего дня. Не забывайте хорошо отдыхать на выходных. Ездить на природу, купаться. Вот. Ну, видите, разница вот с Каролиной, да, что Сиэтл здесь гигантское население. И, да, здесь очень много парков. К примеру, там в Сиэтле 500 парков. Но проблема в том, что в Сиэтле, да, есть, ну, подобного типа парки, да. То же самое все. Вот такие же пляжи, такие же деревья, такие же пикники. Ну, почему люди все едут дальше? Потому что там народу будет просто пипец. Вот здесь вы видите вокруг меня вот пустота. А там вы приедете, там все будет засажено людьми. И фиг вы даже там какой столик займете. И парковок там не будет, хоть они там и бесплатные. Поэтому вот в чем и проблема этих уже больших городов. Слишком перенаселение. То есть сюда ехать от меня, ну, где-то 45 минут. Вот. И это считается еще как бы близко. А если вы хотите еще лучше места, надо ехать еще дальше. Час, полтора. А чтобы вообще на нормальный океан поехать, это трех, трех с половиной часов и дальше. Вот так вот. То есть близко нету такого вот. Каролини, ты там 5-10 минут проехал, и ты в топовых местах находишься. Вот если от моего участка смотреть, ровно 10 минут там до офигенного пляжа. Здесь такого нету. Здесь вообще просто до любого пляжа ехать уже от полчаса. Ну, это будет самый такой забитый людьми пляж. Да, я заметил, в масках никого нет. Это чудо. Ну, только в парке и не нужны маски. Да. Ну, это ж не в магазине. Ну, вода отлично, я тебе скажу, хорошая. Так а что-то не покупал. Ну, я еще где-то и сейчас жара сейчас в полдень сгоришь за 5 минут. Ну, не знаю, я буду купаться. Вот, то есть, вот я вам говорю, основное преимущество в Каролине, там еще мало населения, дикие места, лучше природа, больше зверей, больше рыбы. Пустые абсолютно пляжи. Ну, хотя пляж в Каролине однозначно, как бы, лучше этого. Здесь, конечно, да, он более цивилизованный, но там тоже есть и туалеты, переодевалка и душ есть. Вот. Ну, здесь, как бы, может, больше технологий. Ну, во-первых, сюда ехать, во-вторых, 10 баксов платить. А в-третьих, самое основное, что тут вода 10 градусов, а там 25. Вот. Ну, короче, как бы. Ну, в принципе, тоже нормально, но это, друзья, только сегодня такая топ-погода. А вообще, я вам скажу, что здесь обычно погода пипец какая халимая, поэтому... Поэтому в Сиэтле это редкость, когда такое солнышко, когда тепло. Летом, да, будет конченая жара, где-то там месяца два-три. А весь остальной год солнца вообще нету и дожди идут. Поэтому и так много людей, что как только солнце, все летят на природу. В общем, друзья, напишите в комментах, понравился вам мой репортаж с пляжа или нет. Пишите, чем вы занимаетесь на выходных, какие, знаете, хорошие места. И да благоволит к вам Господь. Пока-пока. С вами был Южин Влокс. Женя, издалека не видно. Ты нащупываешь ногами или вот так? Он живой? Да. Ой, мама, только ближе не надо, не надо, ближе. Ближе не надо, он меня сейчас хватит и съест. Ты его руками или ногами? Мама, он движет, что все остается. Клешня. Ой, он щупается. Он гигантский, да? Ой, очень гигантский. Это тот, который как вцепится. Смотри, у него одна клешня только с этим, а другая нет. А нет, вторая есть. Они просто иногда клешня или теряют. Он тебя схватил за ногу? Нет, я поймал его. А как ты его убил? Как он тебя убил? Не мамочка. Ну что, я отпускаю. Не, 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 не. Убери. Он похож на хедкропа. Хедкроп из-за этих. Хедкроп из-за этих.